Всем привет! Сегодня мы будем рисовать новогоднюю собачку в колпаке Деда Мороза. Итак, я уже подготовила цвета на палитре синий, голубой, светло-коричневый, темно-коричневый, черный и красный. Еще нам понадобится белый гель-лак и топ. Мысленно разделяем наш типс на три равные части. В первой части будет находиться шапочка. Прорисовываем тоненькой кисточкой, смоченной в черном гель-лаке, схематичный набросок нашего рисунка. Кто-то рисует это карандашом, я это выполняю всегда в такой технике. Линии чуть заметные, просто чтобы нам потом было проще раскрасить нужные детальки. Итак, прорисовали шапочку, мех, далее намечаем лобик и носик. Собачка очень милая, после носика у нее сразу идет пузико, небольшая дуга и ножка. В принципе, весь рисунок состоит из таких дугообразных линий. На самом деле он очень простой. Еще большую часть занимает ушко. Прорисовываем попку и хвостик. Не забываем про лапку, которую мы видим. Собачка наша сидит боком. Вот наш набросок готов, мы его просушиваем. Далее прорисовываем глазик. Я его всегда рисую отдельно, так как это, наверное, самая маленькая, кропотливая часть нашей собачки. Просушили. Далее берем красный гель-лак и раскрашиваем шапочку. Берем светло-коричневый гель-лак и раскрашиваем полностью нашу собачку. Далее мы высветлим и затемним нужные нам части. Обратите внимание, что на шапочке мой красный гель-лак начал немного съеживаться. Это потому, что я с белого не стерла липкий слой, так что лучше это стереть. Но я подправлю и высушу, мне это не помешает. Берем черный гель-лак, закрашиваем носик. И зрачок у глазика. Наша собачка очень милая, с большими щенячьими глазками, поэтому зрачок тут очень большой. И вытягиваем реснички. Дорисуем наш глазик. Я возьму голубой гель-лак, нарисую тонкую полосочку и добавлю немного синего. Если у меня получилось взять много гель-лака, я просто протираю сухой кистью. А вообще мы всегда сможем докрасить потом зрачок, если полоска цвета глаза получилась очень толстая. Далее смешиваем темно-коричневый с топом и расставляем тени. Затемняю ушко, лапку, попку. Потом беру топ и растушевываю. Все неровности после растушевки я потом вскрою выравниванием топа. То же самое проделываем с белым гель-лаком. На палитре смешиваем белый гель-лак с топом. И высветляем другие участки. Я высветляю ушко, пузико и лобик. Также растушевываю топом. Заодно обвожу глазик. И как раз таки делаю побольше наш зрачок. Сушу в лампе. Теперь в красный я подмешиваю немного черного и расставляю тени на нашей шапочке. Делаю сгиб колпачка и немного затемняю сверху. Тушую топом. Теперь белым гель-лаком. Теперь белым гель-лаком или гель-краской мы немного обводим нашу собачку. Ставим точечку в зрачке и на носике. Прорисовку белым гель-лаком или гель-краской делаем только кое-где немножко. И, конечно же, делаем мех. Я это делаю так. Беру белый гель-лак побольше. Видите, он как бы с объемом выложен. Но у меня белый гель-лак очень плотный и густой. А потом сухой кистью я просто вытягиваю из этой субстанции как бы такие пушинки. Вытягивать нужно обязательно от гель-лака наружу. Сушим. Заканчиваем нашу собачку прорисовкой. Линии обязательно должны быть очень тонкие, чтобы не утяжелить наш рисунок. Далее поработаем с фоном. Я беру синий гель-лак и наношу его снизу. Наношу его объемно, чтобы я потом спокойно могла растушевать этот током. И постепенно начинаю растягивать его кверху. Создается такое интересное впечатление, как будто собачка сидит на снегу. Посмотрите, когда мы тушуем топом снизу кверху, то наш цвет делается все светлее и светлее. То же самое делаем с другой стороны. Сверху, если мне не хватает уже цвета, я просто добавляю голубого гель-лака. Можно оставить и так, и перекрыть топом, но я решила добавить снежинки. И одну снежинку рисую полноценную на носике у собачки. Еще добавляю серебряных хлопьев. Как я делаю выравнивание топом. Сначала наношу топ тонким слоем. Потом набираю каплю на кисть, ставлю сверху. И постепенно распределяю по ноготку. Сушу в лампе. Снимаю липкий слой. И наш дизайн готов. Вот такие милые собачки к 2018 году у нас получились. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok